Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе-курорте Анапы. Сегодня я вам предлагаю посмотреть вот эту школу, которая находится сзади меня. Я сегодня приехал снимать сюда для федеральных каналов, ну и для вас смогу зацепить немножко информации. Надеюсь, что будет интересно. Это Алексеевка, город Анапы. Это первая школа, которая открылась и радует наших учеников. Причем осталась школой без частичной гимназии, так что очень круто. Что вообще рассказывают об этой школе? Первая школа распахнула свои двери только в этом году. К слову, это первое новое образовательное учреждение, построенное в курорте за последние 30 лет. В день знаний за партой сели более чем тысячи учеников. Особенно внимание воспитания детей уделяют изучению кубанских традиций. В школе уже сформированы казачьи классы, с которыми будут работать наставники. В школе построена в районе Алексеевский по нашему проекту образования. В новой школе создан технопакт «Квантуриум». Это инновационный детский технопакт. Центр развития, созданный на базе школы, стал вторым объектом во всем Краснодарском крае. Квантуриум включает в себя 5 лабораторий для изучения точных наук. В территории школы, видите, озеленение есть. Повольно-таки интересное. Скамеечки, как в своей территории, очень большая, очень красивая. Красота, ребятки. Так как школа только запущена, видите, здесь передовыми методами засеют газон. Я когда впервые увидел, думал, что просто какой-то фигней поливает. Но это именно правильно так засеивать, чтобы он потом быстрее взошел. Можете увидеть, насколько красивая территория. Также в школе предусмотрен пандус с небольшим подъемом. Это говорит о том, что здесь смогут обучаться дети с ограниченными возможностями. Слушайте, ну школа, конечно, по крайней мере, то, что сейчас сходим по двору, смотрим, выглядит нереально круто, классно. Мне прям очень нравится. Современное оформление, обрамление. Вот надо побольше таких школ в Напе. Здесь еще один пандус. А также во дворе, видим, есть столы для настольного тенниса. У нас таких в школе не было. Можно позавидовать даже немножко. Красиво смотрится. При этом даже вокруг этих столов сделано резиновое покрытие для того, чтобы дети не получали травмы. Те, кто захотят поиграть, будут посидеть на лавочках. Это фантастика. Это задний двор, дорогие друзья. Посмотрите, как это все здесь выглядит. Детские площадки, тренировочные, футбольное поле, баскетбольных много полей. Туда дальше волейбольные площадки, тренажеры для занятий детей, прыжки в длину. Слушайте, прям целый стадион построен. Очень красиво смотрится. В школу даже есть ливневая система по периметру. Вот это вообще круто. Внутренний двор, конечно, выглядит просто восхитительно. Покрытие везде прорезинено. Это для прыжков в длину. Я вспоминаю, в нашей второй школе как-то выглядело. Конечно, мне прям обидно и жалко становится. Так, туда пойдем посмотрим. Здесь для детей, для подтягивания, трубники качать пресс. Вот этот, не знаю, так в кольцо можно как-то пролезать. Обратите внимание, как круто смотрится площадка. То есть здесь и футбольное поле с сеткой, и баскетбольные кольца. Причем не одни, а много. Можно посередине, я так понимаю, ставить большую площадку. Я помню, как у нас была в детстве вещь, что были хоть одно баскетбольное кольцо. У нас были только в спортзале в школе. На улице с этим была всегда проблема. Их ставили, но их потом выламывали, потому что щиты были деревянные. У нас все хотели заложить, так сказать, мячик. Вот благоустроить тут лавочки. Мусорки, озеленение главное, чтобы прижилось. Жалко, конечно, что маленькие туйки пока, но я буду надеяться, что они вырастут. И вообще весь двор здесь преобразится совершенно по-другому. Территория очень большая. Здесь выйдет разные снаряды тоже для занятий спортом. Все новенькое. Все только сделано для красоты. И формирование мышцев у наших деток фантастически смотрится. И здесь можете посмотреть территория. Вроде бы, казалось бы, закончилась, но нет. Здесь еще есть волейбольная. Таких школ хотелось бы побольше с такими дворовыми территориями. Я еще не все вам показал. Шикарная волейбольная площадка. У нас точно, вот я про свою школу рассказываю, я во второй учился. Такого не было. Сейчас там, конечно, донастроили. Еще там футбольное поле появилось. Такое, как бы, загородка. Но все равно в тот момент, когда мое детство проходило там, у нас этого не было. Вот тут лавочки тоже такие с подъемами, как посидеть, поболеть за тех, кто будет стартовать. Полноценный свой стадион, получается, здесь есть. Здесь мы видим, как выглядит школа. Здесь тоже очень симпатично снаружи. Внутренний двор смотрится просторно. Таких два больших каравана. Красота. Но получается, как бы, интересная такая форма. Здесь, смотрите. Прям шикарный тоже уголок для занятия спортом. То есть из детей, кто, если захочет физически развиваться, то, пожалуйста, тут мишени стоят. Есть, ну, такие, по-моему, были у нас, как мы правильно, пробежаться по ней. И тоже еще одно баскетбольное кольцо. То есть такие городки современные установлены. Также есть для более маленьких деток и карусели, и разные скамеечки с качельками, и горочка даже. Тоже вообще класс. Юра прям восхищается школой, просто сравнивая с тем, в чем я учился. Не скажу, что было плохо, там все тоже было классно, хорошо, воспоминания крутые. Но здесь сверхсовременный именно двор пока. Посмотрим, конечно, как будет выглядеть внутри. А здесь пока меня, по крайней мере, все радует. Сейчас нам же ребята подготовились. Пойдем отснимем интервью и отправимся с вами погулять в школу. Музычка играет, детки занимаются, он с улицей, видно, шикарный. Так вот, Вослава Кубанина, благо России. Мациональный проект к образованию. Под музычку заходим ребята в школу. Надеюсь, что вам все будет интересно посмотреть, как она выглядит, в принципе, и что здесь происходит. Какая вот тема для проходов учащихся. То есть контроль на высшем уровне. Можно посмотреть. Как я понимаю, что переодевалки у детей. Расписание уроков. Слушайте, я прям потерялся. О, мне прям интересно. Вот теперь я разобрался. Тут у каждого класса получается своя переодевалка. Пушка просто, собственно, так сказать, мечта. Да, она в школе просто пришла, где-нибудь там до задних партов. Я хоть и повесила, и все было. Именно так вот. Это лестничные площадки. Вот так вот выглядят. Очень большие, просторные. Лестники прям сделаны по всем стандартам. Мои даже ноги становятся. Круто. Попадаем на второй этаж. Детей переводят по послете скульптуры. Классно. Довольные, счастливые. В принципе, как и должны быть ученики в школе. Это второй этаж. Все очень светло, очень просторно. Смотришь по сторонам. Прям радует нереально. Детский технопарк «Кванториум» состоит у нас из пяти основных кабинетов. Три из них – это естественно-научные направленности, химическая, биологическая и физическая лаборатория, где ребята занимаются проектной деятельностью, занимаются внеурочной деятельностью и в рамках предпрофильной подготовки. Здесь ребята используют датчики цифровые, подключенные к ноутбукам, цифровые лаборатории и также, соответственно, микроскопы. В основном, конечно, кабинеты нацелены на проектную деятельность. Моя бытность таких кабинетов я в ДД была. Лучше смотришь, прям вообще, говорят, круче есть. Пойдем посмотрим. Дальше по коридорам. Просторы, конечно, прям вообще фантастика. Щероченная. Сейчас как раз 3D-принтер печатает. Вот, можете за работой его отснять. Мы для Кванториума печатаем оборудование. Это технологическая лаборатория. Вот эти два кабинета, 224-212, они у нас как раз для доп. образования. Здесь дети занимаются программированием, хай-теком, робототехникой, промышленным дизайном. Здесь сосредоточено все основное оборудование. 3D-принтеры, да, аддитивные технологии их называют. Птическо-лазерное оборудование. Вот, учебные 3D-принтеры. И робототехника. Робототехника, конечно, обширная тоже. С охватом начальной школы, среднего звена. И даже инженерные технологии. Вот Роман Олегович сегодня как раз с ребятами уже занимались проектом таким серьезным. Который, я думаю, у нас, ну, просветит нас, ну, и на край, в край в любом случае. Ну, я думаю, в России достойно он будет выглядеть. На хакатонах, на соревнованиях вот этих инженерных, которые сейчас по нацпроекту реализовываются в нашей стране. Ну, конечно, ребята, в наше время таких вот забинетов не было. Это прям как шаг в будущее. Просто прям очень хочется, чтобы твои дети, вообще наши все дети, учились такими возможностями именно с развитием робототехники. То, что у нас и должно, в принципе, двигать вперед. Это, в первую очередь, должно быть в интересах государства, чтобы дети уже умели таким управлять, делать. Ну, что даже для меня это такой прям дремучий лес. А наши школьники занимаются спокойно, делают разнообразные проекты. И пускай добиваются самых крутых высот. Ну, а им только вот такие вот очень крутые пространства, и должны быть организованы в наших школах. Сейчас мы видим в одном из трех спортзалов происходит занятие самбо в школе. Зал довольно-таки огромный. Один из трех, то, чтобы вы понимали. Блин, уже ли так бывает? И реально самбо занимаются детки. То есть, видите, уже растет. Круто. То есть, дети могут попробовать именно. Кувырок, группировка. И смотрим сейчас кувырок. Настя сделает. Класс. Еще один такой огромнейший, просто многофункциональный спортивный зал. Вау. Что надо поставить таким спортом и занимаетесь. То есть, он сразу на два этажа идет. Еще раз повторяю, здесь три таких спортзала. Вся эта школа рассчитана на 1100 человек. Сейчас с ней обучается 1700 человек. То есть, вопрос школ в Анапе. С десяток еще надо таких. И вот если не такие появятся, то у нас есть будущее. Ребята, я прям в этом очень уверен. Вот, посмотрите, какая красота. Здесь занимаются детки. В таких тоже просторных кабинетах. Большое окошко. Много света. Хорошее освещение. Есть куда положить свои вещи. Ну и места в классе. Как бы много. Есть чем сравнить с другими школами. Мне бы хотелось, чтобы еще больше места здесь было. Потому что свои раковины есть в классе. Вот так вот выглядит столово, дорогие друзья. Кстати, сейчас играет гимн школы, который дети сами придумали, написали. Вот вам, пожалуйста, теперь всю перемену сопровождает их отдых. Так выглядит именно зона питания. Огромная просто. И здесь также есть место, куда дети приходят, чтобы помыть свои руки. Огромное количество раковин для каждого, чтобы не стоять в очереди. Как вам такое? Круто, по-моему. Памеряй, находишь, смотришь, настолько огромное вообще место, настолько большое помещение. И сколько сюда где-то кладет. Есть запасные выходы, входы. То есть и очень светло. Много олока. Просто чувствуешь себя как в детстве. Классно. Я прям в восторге от того, что сегодня вижу. Мне очень нравится. На основные моменты по школе мы с вами посмотрели. Я думаю, что было интересно побывать, погулять. Потому что, ну, да, ну, так сказать, экскур. Ну, серьезно? И ты меня знаешь, да? Бывает такое. Маши ручкой. Будешь в Ютубе о своей школе. Молодцы. Посмотрите. В общем, так как Анапский местный, то меня здесь, в принципе, знают. Было интересно посмотреть, погулять, вам рассказать. Ну, и федеральный канал. Благодарим за возможность рассказать нашим анаптичанам, какая чудесная школа у нас появилась. Хотя, завтра, наверное. И говорят, что та школа, которая у нас в Гогиппе, она по оснащению еще круче. Потому что, как раз таки, директор этой школы занималась еще оснащением той. И там было больше у них возможностей, как говорится, подобрать какие-то оттенки, там парты более удобные. Ну, и эта школа, я, честно, восторген. Так, здесь охрана на высшем уровне. Я просто так сюда просечиться не смог. Потому что, ну, охраняет ее, как раз таки, на казачестве. Шторм времени эта школа станет полностью казачьей школой. Не знаю, хорошо, это плохо, но полностью казачьей будет классно. Пишите, кстати, в комментариях, если вы здесь учитесь. Нравится вам или нет, будет для меня тоже очень интересно.